Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дэн, прости меня Да ладно, сам виноват Проверял, как все работает до этого и забыл выключить Ты не пострадала? Я? Ничего Но посмотри на свой прекрасный корабль Ничего, ототрем Когда ты закричала, я подумал Ну, понимаешь, после гибели комика Да ну, Дэн Неужели ты воспринимаешь этот бред Роршаха про убийцу масок всерьез? Ну, не знаю Но как-то тревожно мне от этого Какие у тебя тут здоровские штуки Как будто пещера волшебника Когда-то мне тоже так казалось Но сейчас это все выглядит таким инфантильным Плод разбушевавшейся детской фантазии Если смотреть на вещи Здраво Но ты-то хоть воплощал свои фантазии А я мамины Как же меня впечатляет все это оборудование Наверное, стоило тебе целое состояние Мой папа был финансистом Так что оставил наследство много денег А это что такое? А это? Никто Королева порока, которую я арестовал в 68-м Называла себя закатной женщиной Или типа того Сумеречная дама? Она послала тебе фотку? Да Мне кажется, ее на мне заклинило Больная была дамочка У тебя тут много рисунков птиц И всякого такого Но мне нравилась сама идея полета В детстве я читал о Пегасе Коврах самолетов А потом про птиц и аэропланы В итоге стал магистром аэронавтики и зоологии в Гарварде Похоже, оно и помогло мне создать этот драндулет Добро пожаловать на борт Дэн, я уже залезла Можешь отпустить мою руку Как мне нравится дизайн Одни кривые Ни одного угла Отсутствие углов делает корабль невидимым для радаров Невидимым для радаров? А это что за шкаф? Дополнительные спецкостюмы А для чего этот зеленый? Для работы под водой Значит так Огнеметы работают Водомет работает Мегафон и крикуны работают Ракеты воздух-воздух работают Ракеты воздух-воздух? Конечно Кнопка рядом с огнеметом Все Бросаю курить К разговору о вредных привычках У меня тоже была вредная привычка Серьезно? И что? Я ее бросил Значит так Тут я закончил Выходи сзади Чтобы не измазаться об Арчи Арчи? Ну Да Это сокращение от Архимед Так звали сову Мерлина А как ты вообще ввязался в это дело? Изначально Ну Я был богат И помирал от скуки Плюс тогда были другие ребята Занимавшиеся этим Так что я не ощущал себя придурком Наверное Холлес был моим героем Он уходил на покой Когда я начинал Так что я написал ему И попросил унаследовать имя Помню как зашел к нему в гараж В первый раз Я был просто поражен То есть я был там Тусовался с настоящим героем Был его другом И все такое Был борцом с преступностью Понимаешь? Как член какого-то братства Поэтому конечно было обидно Что преступноборцы распались Казалось мы были рыцарями круглого стола Но в итоге я понял Что комик был прав Кому нужна вся эта техника Для поимки шлюх и карманников? Хм А это что? Прототип экзоскелета Когда первый раз попытался в нем двигаться Сломал себе руку Больше ни за что Боже Похоже какой костюм и правда Может навредить А другие не могут? Посмотри на того же Роршаха Каким он стал Раньше ведь был нормальным То есть он был тихим, мрачным Но хоть все винтики в голове были на месте Вскоре после того, как я начал Мы вместе посадили большого куша Тактика Роршаха была потрясающей Такой непредсказуемой Я о том, что тогда он был рационален Но за эти годы маска выила ему весь мозг Я показывал тебе свои очки? В любой темноте В этих очках Все было видно, как днем О! Дэн! Потрясающе! Будто бы у тебя есть сверхсилы Особое зрение и все такое Наверное, так странно быть, как Джон Он же видит нейтрино Ты скучаешь по Джону? По Джону? Нет Хотя, думаю, что должна бы Но ведь даже когда я была с ним Его никогда не было со мной Между нами не было человеческого контакта И физического Мне было так одиноко Мне было не с кем поговорить Но я всегда ощущала, что за мной наблюдают Тебе, наверное, здорово иметь тайную личность Тайное место, о котором никто не знает И никто за тобой не наблюдает Разве? Сейчас мне кажется, что за каждым моим шагом следят Дэн, ты говоришь как Роршах Дело с этим убийцей масок не сходится Смотри, Джон покинул Землю по собственной воле Роршаха поймали прямо на месте убийства Боже мой Так где же заговор? Не знаю Убийство, совершенное Роршахом, какая-то глупость Он бы не застрелил человека Это слишком банально Кстати, сейчас начнутся новости Хочешь кофе? Конечно Видел посылку, которая мне пришла? Нет Не видел Там моя одежда с базы Рокфеллера Старый костюм и прочее А, и еще письмо, в котором написано, что я не болею раком Надеюсь, ты не против, что они пришли на твой адрес Никаких проблем Последние серии пожаров в жилых домах Предположительно устроены для выселения жильцов В это же время продолжается расследование по делу Арестованного вершителя самосуда Роршаха Сегодня полиция допустила съемочную группу в квартиру Роршаха Чье настоящее имя — Уолтер Джозеф Ковакс Хозяйка квартиры, мисс Далора Шрейб Назвала Ковакса нацистским извращенцем И заявила, что он не раз домогался ее Ха, так и знала Мы спросили Гектора Готфри, главреда Новых рубежей, о его мнении А не пора ли пересмотреть мнение о Роршахе Как о патриоте, как об американце Да уж, присяжным будет непросто ему посочувствовать Доктор Майкл Млонг, занимающийся психиатрическим исследованием Сегодня провел первый разговор с Коваксом Он сказал прессе, что настроен уверенно и оптимистично Меня больше всего волнует, что он в тюрьме Остальные заключенные убьют его Ну что ж, везде жизнь тяжела В это время в Афганистане боевые действия распространяются И конфликт продвигается все ближе к границам Сегодня Пакистан запросил вооруженной поддержки США Лори, все нормально? Дэн, эти новости пугают до сумасшествия только меня или тебя тоже? Обращаясь к Конгрессу, президент Никсон заявил, что Америка рассмотрит варианты А пока Россия заявляет, что лишь защищает свои границы Западные эксперты видят в ее действиях разгар враждебности В условиях исчезновения доктора Манхэттена То есть это очередная ложная тревога или финальный отсчет уже начался? Мне об этом даже думать не хочется На британской военной базе Гринхэм Фоман Участницы женской мирной демонстрации были арестованы в стычках с полицией А я хочу просто свалить, как Джон О да, старый добрый манхэттенский перенос Что? Как группа Манхэттен Трансфер? По всему миру растет напряжение, без шансов на успешное разрешение А в нашей стране полиция закончила поиски пропавшего писателя Макса Шея В связи с тем, что расследование зашло в тупик Шей, писавший детские комиксы о пиратах до того, как стать современным классиком Исчез из своего дома в Бостоне два года назад Мистер Драйберг, да вы красавчик Кто? Тем временем из Института межпространственных исследований в Нью-Йорке Сообщают о захватывающих, а быть может и опасных возможностях открытия новых измерений Нет, серьезно, ты потрясающе выглядишь без очков Еще бы поправить эту дурацкую прическу Эй, перестань! Мы поговорили с главой физического отдела доктором Эдом Кори Мы очень взволнованы и ждем скорейшего успеха в нашем поиске источников энергии в дополнительных измерениях Мы исследуем области, существование которых ранее считалось невозможным И на сегодня это все мировые новости После рекламы благотворительное выступление Эдриана Вайта на Нью-Йоркском стадионе Знаешь, в чем твоя беда? Ты замкнут Замкнут? В каком смысле? Во всех смыслах Ностальгия от компании Вайт для незабываемой тебя Боже, Лори, ты уверена, что? А теперь, в повторе благотворительной июньской феерии Мы представляем вам самого Азимандию Дамы и господа В нашем живом выступлении в поддержку голодающих Индии Представляем Эдриана Вайта Единственного и неповторимого Азимандию Извини, тебе не тяжело? Посмотрите, с какой уверенностью он подпрыгивает и хватается за перекладину Как мягко и плавно он двигается Эй, у меня не получается Просто дух захватывает Грация каждого движения поражает Ах, черт И он опускается Прекрасный спуск в прыжке О, Лори, извини, ты ни при чем Просто... Эй, успокойся Не надо торопить события У нас много времени И не волнуйся У тебя все в порядке Спасибо Спасибо вам большое Следующие в программе новости в 11 А от меня, Бенни Энгера и красной смерти из группы Конь Бледный Спасибо и доброй ночи Все никак? Неа И на этом ABC заканчивает вещание Мы вернемся завтра утром А пока попробуйте успокоиться Попробуйте вздремнуть А главное, попробуйте быть чуть добрее Дэн, можешь слегка подвинуться? Извини Я знаю, каково это, когда что-то идет не так Давай спать Хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Задумайся Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это великолепно! Я помню каждый переключатель, каждую последовательность клавиш, как будто старые инстинкты живут в пальцах. Дэн, что это? Справа внизу. Горит жилой дом. Кажется, люди оказались заперты на верхних этажах. Сохраняйте спокойствие. Мы вас видим. Ситуация под контролем. Все, кто находится внутри, поднимитесь на верхний этаж. Мы встретим вас там. Я протяну трап к окну от заднего люка. Если придется лезть в пламя, плащ мне не понадобится. Ну? Как тебе? Как насчет трапа? Да, конечно. Трап. Всем внимания, проходим. Привет. Ночной филин. Здесь жутко много народу. Нет проблем. Внутри будет больше места, если я буду управлять кораблем с крыши. Огонь быстро поднимается. Это последний. Добро пожаловать на борт. А теперь полетели. За панелью по правому борту есть кофеварка. Да, я нашла. Как ты там? Не волнуйся за меня. Я в порядке. Я в полном порядке. Об остальном позаботится пожарная охрана. Когда допьете кофе, спускайтесь на улицу. Доброй ночи. Не верится, что мы это сделали. Ты понимаешь, что теперь они, наверное, запрут нас вместе с Роршуком. Какая разница? Третья мировая может начаться уже завтра, правда? Лори. Что ты? Все хорошо. Лори. Субтитры сделал DimaTorzok Я думал, ты бросила, Лори. Вредные привычки, помнишь? Нет, бросить невозможно. Просто иногда случаются долгие паузы между рецидивами. Дэн, нам было хорошо? Тебе понравилось? Это из-за костюмов? Дэн? Да. Да, думаю, это как-то связано с костюмами. Так странно признаваться в этом кому-то, рассказывать о своих склонностях. Тебе это нравится? Я себя чувствую так уверенно, будто во мне горит огонь. И все убийцы масок, и все войны на свете – всего лишь трудности. Проблемы, которые надо решить. Я слышу страсть в твоем голосе. Не знала, что ты можешь так загореться. Я надеялась, что сегодня в тебе что-то проснется, и кажется, оно проснулось очень голодным. Ты права. Очень, очень голодным. Ненасытным, да? Я готова выслушать предложение. Чем займемся дальше? Я думал об этом. И кажется, у нас есть обязательства перед нашим братством. Думаю, надо освободить Роршаха. Чего? Я стал братом-драконом и другом-филином. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. Книга Иова, глава 30, стихи 29 и 30. Книга Иова, глава 30, стихи 30, стихи 30, стихи 30, стихи 30, стихи 30, стихи 30. Субтитры делал DimaTorzok